Танки, ракетницы, зенитные установки. 9 мая обычные машины превратились в военные. Ежегодная праздничная акция «Я помню, я горжусь» собрала около сотни автомобилей. На улицах города в этот день можно было увидеть и мотошествие. Как участники готовились к масштабному и красочному заезду, узнала наша съемочная группа. Ревут моторы. Ко дворцу спорта съезжаются мотоциклисты. Сегодня здесь порядка 40 человек в шлемах и кожаных костюмах. Таким внушительным составом они собираются уже не первый год. Война коснулась всех людей. В каждой семье, наверное, есть о ком вспомнить. У меня один дедушка пропал без вести, а второй орденоносец. Бабушки обе работали в тылу, поэтому, ну, сами знаете, вы практически, ну, родители – это дети войны, поэтому, как бы, у всех еще это в памяти. Объявлена минутная готовность под флагами Красной Армии и независимого Казахстана в сопровождении патрульной полиции, мотолюбителям часа в путь. А он у них не близкий, едут до Парка Победы. А это уже поворот на аэропорт. Место встречи автомобилистов. Пока машины стоят длинной колонной у обочины, их можно рассмотреть. Обычные средства передвижения превратились в военный транспорт. Фантазией и остроумием петропавловцы не обделены. Тут и «Катюши» с зенитками, и танки с пушками. Вот модель Т-34. Грозой фашистов «Тойота» стала всего за вечер. Сделал ее с друзьями Максим Снегирев. Говорит, военным конструкторам быть не так уж и сложно. Использовал краски, гуашь, флаги заказывал. Ну, все такое. Купил тазик в магазине, покрасил его, прикрепил дуло. Ну, как бы, ничего сложного. Максим, кстати, участвует в автопробеге уже второй год. В танке вместе с ним жена и бабушка Людмила Петровна Ремига. Она труженица тыла. А в этом году к ним присоединился еще один боец. Артем пока только начинает ходить, но уже прапорщик. Костюмы к празднику шили специально на заказ. Андрей Кручинин свой микробус украсил тоже за вечер. На машине изображены герои и гордость семьи. Участники войны – бабушка и два деда. На крыше авторакетница, которую, кстати, он смастерил сам. Из обычных пластиковых бутылок. Ну, а на часах 10 утра самое время начинать. Впереди отечественные автомобили. Старенький москвич и запорожец указывают направление. Колонна длинная, зрелище красочное. Люди бросают свои дела, чтобы посмотреть и заснять автошествие. Дороги в городе оцеплены. Светофоры временно не работают. Украшенные машины мчатся к назначенному месту. Финишируют автомобили возле Парка Победы. И вот машины заглушили моторы. Каждый год желающих вот так отдать дань подвигу великих солдат все больше. Сегодня финишировали около сотни авто. Кстати, на этом программа участников автопробега не закончена. Автолюбители идут к стеле Победы. Организаторы отмечают, такие пробеги в Петропавловске проходят уже пять лет. Участвовать может любой желающий. Но заявку подавать нужно заранее. Требования были просты. Надо было зарегистрироваться, расписаться в технике безопасности, быть на съездах, быть в курсе, то есть украсть автомобили. Если человек приезжал уже поздно, мы все равно успели зарегистрировать в этом году, чтобы вся информация была. Кто не успел, в следующем году приезжайте. Все участники собрались, и теперь самое время отпускать в небо шары. Ура! Александра Солминак, Азбек Арыкбаев, Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова